По документам я собственник земли, но это понимаете по документам, а я воспользоваться не могу. Ну как, ну вот видите, вот этот КАМАЗ стоит, стоит на моей территории. Вот там КАМАЗ это тоже стоит, мои плиты, это все на моей территории. Девушка из Новоалтайска с 2015 года пытается добиться права распоряжаться своим же участком земли. Владельцы автосериуса, который соседствовал с частным домом, его снесли. Построили коммерческий объект, прихватив 4 лишних метра. На возмущение соседей о том, что это незаконно, ответ последовал следующий. Вы русские жадные, мы вам ящик там Виктории, в такого вот все плана купим и все. Когда ягода откупиться не получилась, стороны заключили сделку купли-продажи. Бизнесмены выкупили спорные метры в рассрочку. Всю сумму должны были вернуть женщине в течение 8 месяцев. И внезапно через суд решили вернуть свои же деньги, посчитав, что слишком большую сумму потребовала с них женщина. Суд владельцев шиномонтажки, правда, не поддержал и обязал вернуть соседке 4 спорных метра, признав постройку самовольной. Однако сносить шиномонтажку хозяева отказываются. К сожалению, пообщаться с ними нам не удалось. Увидев съемочную группу, один из собственников шиномонтажки поспешил покинуть цех. День добрый. Подскажите, а можно здесь кого-нибудь из управляющих позвать? В администрации Новоалтайска про эту ситуацию знают. На приеме у главы были обе стороны конфликта. И, как нам пояснили, требование закона должно быть исполнено. Мы ему сказали, давайте так, вот есть решение суда, мы вам даем время на его выполнение. Ну, чтобы ситуация была в каком-то таком формате, ну, здравомыслие. Сказал, что я все разберу, уберу, отступлю от ее, скажем так, участка, сколько нужно. Мы ему говорим о том, что по решению суда будет принята мера жесткого реагирования, будет, бурдозер туда зайдет и все это уберет. Освободить чужую территорию владелец автосервиса обязан в течение двух месяцев. В противном случае постройку снесет администрация Новоалтайска. Причем частично те самые 4 метра раздора. Случится ли это и как это будет выглядеть на практике, мы проследим. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.